Всем салют, дорогие друзья! Вы на канале Мега-Всековщина. Сегодня у нас будет выпуск из рубрики Second Hand. Старт, скажем так, по новой вселенной серии фигурок у меня, по крайней мере. Если кто смотрел фильм Тихоокеанский рубеж, то фигурки будут вот по этому фильму. Фигурка у нас будет сегодня от фирмы Мега по фильму Тихоокеанский рубеж. И у нас, скажем так, робот-гигант российского производства Черно-Альфа, как его, по крайней мере, в нашем переводе окрестили. В принципе, вроде бы на упаковке там тоже так же было написано. У Неки несколько серий было по данному фильму. Фильм, кстати, хочу сказать, кто не смотрел первую часть, рекомендую посмотреть. Довольно-таки неплохо и бодренько смотрится. Вторая часть мне абсолютно не понравилась. Это вообще полный бред какой-то. Ну, там вроде бы уже и совсем другие авторы фильма. Вот. У Неки было несколько серий фигурок по данному фильму. Основные, скажем так, боевые роботы в этих сериях все были. Но так что-то как-то у меня не сложилось. Что-то покупал я другое, когда они были в свободной продаже. Они, кстати, не очень дорого стоили, насколько я помню. Ну, то есть, по Нековским стандартам, как обычная фигурка. То есть, цену за них не ломили. Вот. Эта фигурка мне досталась за тысячу рублей. Считаю, в принципе, цена вполне себе оправдана. Фигурка на самом деле классная. И, как это сказать, приятно, радует. Особенно, что это еще робот этот российский был. Именно по фильму, по истории. Ну, кто фильм видел, тому, в принципе, даже нет смысла объяснять, что это. Вот. Ну, Нековская фигурка. Комплекта, кстати, в данном комплекте, насколько я знаю, никаких дополнительных аксессуаров нет. Если с бродягой, это, так сказать, главный герой данного фильма, там идет куча каких-то аксессуаров, насколько я помню, то с Черной Альфой ничего такого не имеется. Но сама по себе фигурка, блин, прям очень огромная. Но он и по фильму, этот робот, будем так его называть, он был самый большой, насколько я знаю. И, по-моему, тут даже внутри ядерный реактор у него был. Ну, как и все у нас в России, имеет маленький ядерный реактор. Вот. Ну что, давайте рассмотрим просто фигурку. Надписи, эффекты старения у нас здесь все присутствует. Огромная такая, скажем так, голова, я думаю, все-таки с реактором, с какими-то турбинами для ускорения или для охлаждения. Здесь все присутствует. Ну, вообще классно сделано. Ага, вот. Черно-Альфа. Даже на русском языке надписи есть. Ну, конечно, куда же без красной звезды. Вот. Да, он такой классный робот. Детализация тоже отличная. Элементы подкрашены, выделены. Опять же, такая вот, как она, эта смывка, блин, такая, что грязь, какие-то потертости, все у нас здесь присутствует. Красных звезд не пожалели. На каждом плече у нас здесь есть. Огромные просто руки. Массивное такое основание. И такие крепкие, огромные ноги. Так, по задней части у нас здесь тоже. Все очень даже неплохо. Массивное такое туловище. Бронированные, как видим, хотя в фильме особо эта броня роботу этому не помогла. Но сделан классно. Такой огромный шагающий шагоход. Не знаю, как еще это назвать. Это, конечно, всегда впечатляет. По функционалу, ну, вот на голове даже есть небольшой шарнирчик. Но, блин, сами видите, тут подвижность стекла нулевой. Руки тоже на шарнирах. Но, опять же, из-за этой головы они у нас практически не двигаются. В поясе также есть шарнир. Ну, скажем, даже не в поясе, а уже скорее в тазу ноги. Тут у нас тоже есть поворотный механизм. То есть подвижность тут отличная. Несмотря на то, что в фильме данные роботы были очень и очень такие огромные и неповоротливые. Ну, как видите, все крутится. То есть подвижность тут поставить, фигурку никаких проблем нет вообще. В локтях у нас тоже есть суставы, что классно. У нас здесь даже функционал в руке есть. И плюс, насколько я знаю, тут в руке. Это одна из фишек данного робота. Типа пневматический кулак, что-то такое. Работает по такому принципу. И да, вторая рука у нас тоже так же работает. Даже вплоть до того, что она вообще у нас снимается. Вот. Ну, приятное дополнение, скажем так. Виде вот этого пневматического кулака. Робот на самом деле суперский. Особенно если поставить в какую-нибудь такую эпичную позу. Вообще. Выглядит очень-очень-очень даже круто. Фигурка крупнее стандартных некоских фигурок. Скажем так. Она больше 20 сантиметров. Блин. Опять линейку я не взял, конечно. Ну, ладно. Вообще классная фигурка по фильму за адекватную стоимость. Я считаю, что очень-очень даже классное приобретение. Вообще в планах у меня собрать всю данную серию. Потому что сейчас они на вторичке, в принципе, стоят. Вполне адекватно можно найти позиции. Если что-то появится в данной серии, естественно, все это в данной рубрике я еще раз покажу. То есть какие-то роботы будут, если еще попадаться, обязательно приобрету. Покажу и расскажу, что они из себя представляют. Ну, я думаю, в принципе, у многих, кто собирает фигурки, данные фигурки уже есть. То есть в свое время просто их можно было взять без каких-либо проблем. Сейчас их продажи просто нет. Но если где-то можно найти, подскажите. Ссылочку на магазин. Возможно, приобрету и новую. В принципе, фигурки по качеству классные. Покраска и функционал. Все отлично. Ну, лиц делать не нужно, поэтому у Неки, я думаю, такие роботы, в принципе, удаются. Вот. Такой получился обзор на Черно-Альфу от фирмы Неки. Фирмы Нека. Вот. Пишите ваши комментарии по поводу фильма, возможно, понравился он вам или нет. По поводу серии данных фигурок. Есть у вас они или нет. Собирайте, не собирайте. Какие фигурки покруче. Стоит поискать в первую очередь. У меня, в принципе, будет интересно мне почитать. Вот. Такой получился обзорчик. До скорых встреч. Увидимся на канале.